Барнаульским сиротам дали квартиры в доме с плесенью. Историю рассказывают корреспонденты портала Толк. Квартиры в новом доме предоставили сиротам и семьям с детьми-инвалидами в поселке Центральный совсем недавно, в конце прошлого года. Жилищное управление Алтайского края приобрело их по итогам аукциона по цене 40,5 тысяч рублей за квадрат. Однако выяснилось, что жить здесь невозможно. Новостройка оказалась холодной, повсюду плесень и грибок. Жильцы требуют от чиновников привести дом в порядок. Застройщик с претензиями не согласен. Новоселы обратились в суд. Почитала на два года. Жительница Новоалтайска нашла в книге из библиотеки карту с пин-кодом. И вместо того, чтобы найти хозяина, женщина сняла с карты в тот же день 80 тысяч рублей. Как пишет московский комсомолец на Алтае, следователи установили, что карта принадлежит пенсионерке, которая просто забыла ее в библиотечной книге. На суде женщина раскаялась и возместила всю сумму. Свои действия она объяснила сложной жизненной ситуацией и получила два года условно. Заметку о смерти Брежнева продают в Барнауле на одном из сайтов бесплатных объявлений. В некрологе сообщается о кончине генерального секретаря Центрального комитета КПСС, председателя Президиума Верховного Совета Советского Союза Леонида Ильича Брежнева. В каком именно издании был опубликован данный некролог, не говорится. Корреспонденты комсомольской правды на Алтае удивляются, кому мог бы быть интересен такой лот. Цена вырезки составляет 200 рублей. Все только начинается. 67-летняя учительница из алтайского края Нина Рожаева после выхода на пенсию посетила 20 стран мира. Нина Рожаева много лет преподавала детям географию и только на пенсии ей удалось побывать в тех странах, о которых она читала на страницах учебников, рассказывают корреспонденты аргументов и фактов на Алтае. Преподаватель побывала и во Франции, в Индии, в Китае и даже на вершине Альп. В России Нина Рожаева тоже продолжает путешествовать, теперь уже по горному Алтае.